И только настоящие мужчины могут сделать настоящий выбор, стать на защиту своей страны, своих семей. В две шеринги стоят добровольцы. Каждый принял осознанное решение отправиться в зону СВО. Совсем скоро им предстоит пройти боевую подготовку в учебных подразделениях Минобороны. Затем военнослужащих распределят в части. По прибытии в учебный центр и уже дальнейшей части огромная такая уже практическая рекомендация, исходя из всего опыта, внимательно отнестись ко всему обмундированию, которое будет вам передано. Владимирские защитники, владимирские наши жители достойно выполняют все поставленные задачи в зоне специальной военной операции, проявляя при этом очень внимательное отношение к друг другу, чувство дружеского прича. Вместе с бойцами на отправку приехали их родные и близкие. Татьяна Сухарникова сегодня провожает сразу двух мужчин – мужа и зятя. Женщина рассказывает, что узнала о решении родственников только после того, как они подписали контракт. До этого он подал заявление в услугах и уже оповестил о случившемся. Как это реагировало? В шоке. Ну, конечно, это долг каждого нашего русского человека. Ну, конечно, не хочется отпускать родного человека на опасное дело. Ну, это нужно сделать, иначе мы не победим. На проводы приехали еще бабушка и сын. Мальчика зовут Тимофей. В школе его поддерживают одноклассники. Они знают отца Тимофея как волевого, сильного и ответственного человека. Ну, я, в принципе, отношусь в том же патриотическом смысле, что если он уйдет, я как бы, ну, расстроюсь, но все-таки буду горд за него, что у меня отец военный. Пополнить ряды добровольцев может любой желающий. Во Владимире пункт отбора на службу по контракту находится на 1-й Пионерской, 92. Здесь можно пройти медосмотр и с помощью экспертов определиться с подходящей воинской специальностью. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Александра Маркина и Дмитрий Шаталов.